В Комсомольске на Амуре завершились матчи уикенда в рамках первенства города по футболу. В премьер-лиге КНАС Союзмаш встречался с коллективом спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. В прошлом туре эта молодая команда сумела остановить одного из фаворитов первенства ДСИ, сыграв с ней в ничью. Гагаринцы самбо начала матча поставили себе задачу забить гол как можно быстрее. Тем более спортивная форма и футбольная квалификация это позволяли сделали. Были прорывы Алексея Белякова и Евгения Смирнова, угловые штрафные удары, попытки бить из-за пределов штрафной площадки. Но мяч или не попадал в ворота, или оказывался в руках голкипера. Молодежь спортшколы огрызалась редкими контратаками, иногда даже опасными. Преимущество было полностью на стороне авиастроителей. Но только на 30-й минуте Алексею Белякову удалось переломить ситуацию. Получив мяч от Евгения Смирнова, он убежал от двух защитников, переиграл в вратаря и открыл счет. Во втором тайме шквал атак со стороны КНАСС и Узмаш на ворота Шор номер 2 продолжился. У своей штрафной футболисты Шор 2 защищались яростно. Иногда остановить атаку авиастроителей им удавалось лишь ценой нарушения правил и желтой карточки. Если не помогало и это, выручал голкипер Ярослав Боев. Команда, команда это превыше всего, можно сказать. Если не будут играть защитники, вратарю вообще очень будет тяжело выручать. Один момент получился, у них защитник провалился, получили гол 0-1. Забитый в первой половине встречи мяч так и остался единственным. Машиностроители авиационного завода, хотя и заработали первые в турнире 3 очка, но, к сожалению, об упущенных возможностях осталось. Атаковали, подходов было много, моменты хорошие создавали. Ну, футбольного везения на нашей стороне не было сегодня. Во втором матче Премьер-лиги встречались ДСИ и Автотрасс. Эти команды одни из главных претендентов на чемпионство. Они же в последние годы задавали тон городском футболе. Автомобилисты играли в свой привычный футбол, от обороны, делая расчет на удачу в контратаках. Подобная тактика им принесла успех лишь в первом тайме. Сначала они открыли счет, но судья зафиксировал положение вне игры. За пять минут до конца тайма Автотрасс открыл счет уже по правилам. Это был последний успех автомобилистов в матче. Во второй половине встречи ДСИ подобрали ключик обороне Автотрасса. Итоговый счет 3-1 в пользу Дальстроиндустрии. В первом дивизионе принципиальным получился матч между коллегами по производству авиатехники, но непримиримыми соперниками на поле, командами КЛФ КНАС и авиастроителем. Первая более именитая и мастеровая, вторая молодая и амбициозная. Поначалу выстрелил опыт. На 12-й минуте поединка Евгений Смирнов, игравший за КЛФ КНАС, сумел распечатать ворота соперника. 1-0. Во втором тайме авиастроитель поднажал. Несколько раз его игроки серьезно угрожали воротам Сергея Рахвалова, но каждый раз не хватало самой малости, чтобы забить гол. Все же упорство молодой команды было вознаграждено. Девятка авиастроителя Александр Зорин нашел лазейку в защитных порядках КЛФ КНАС и сравнял счет 1-1. Обе команды записали на свой счет по одному очку. Еще один представитель завода в первой лиге КНАС «Юзмаш-2» разгромил локомотив 3-0. Мечи забили Дмитрий Тихомиров, Николай Айдеев и Никита Кулиев. Во второй лиге КНАС «Юзмаш-2» одержал две победы с одинаковым счетом 2-1 сначала над МЧС, а потом и над Динамо. Следующие матчи заводских команд состоятся 26 и 27 сентября на стадионах «Металлург» и «Строитель». Продолжение следует...